У нас на сегодня последняя игра формата БВ1 LGD4WYAN против команды Ньюби Китайское дерби, неожиданно, которое проходит в рамках ESL До этого мы за китайскими командами сегодня не следили лично, у нас были немножко другие матчи Но тем не менее матч должен быть интересный Китайские команды всегда удивляют свои доты Как-то давно китайская дота была скучная, но вот в один момент Китай стал очень интересным регионом, за которым реально интересно смотреть Ньюби и ЛОФЛАЙ Уже стадия драфта началась, появляются синие и БХ от команды Ньюби НЧА и БРЮ от команды ЛОФЛАЙ Вот как раз таки в Китае Вот эта вот тема, с появлением Баунти Хантером, с появлением Элдер Титана В драфте эти герои появляются постоянно Посмотрим, что этот Баунти Хантер покажет нам Интересного Сегодня он из бана не вылезал Ну а LGD в общем-то берут Брюмастера Героя которого редко когда отдают на самом деле Его как правило убирают на первой стадии Панов не доживает до драфта Даже до первой стадии, собственно, до пиков Ну вот сегодня мы сможем хотя бы одну игру с этим персонажем посмотреть Энчантрас очень сильный герой Предположительно на четвертой позиции будет здесь у LGD Видимо Ахфу будет играть на Энчантрас Хотя, честно говоря, не раз и видел и Брюмастера четвертой позиции Так в Америке играют Очень любят Ауи играть на Брюмастере Ну что тут еще можно сказать по поводу лайнинга, по поводу персонажей Пока, в общем-то, смотрим, что банят Убирают Батрайдера тоже Довольно неприятного героя На самом деле Большинство лайнов стоит хорошо Некоторых героев даже способен в соло убивать Если оставить этого Батрайдера без присмотра Но он у нас тоже появляется очень редко Просто по той причине, что его не отдают Просто не отдают и все Тут ничего с этим поделать не можешь Ну, под Баунти Хантером мы ожидаем каких-то Каких-то определенных героев, я думаю, да? Кто хорошо с Баунти Хантером смотрится Либо какие-то агрессивные персонажи Наподобие там Пака, Кьюн оф Пейн и прочих Ну, либо что-то такое, что бьет по трекам Например, Тинкер или Снайпер И герои очень любят, когда у них в пике есть Баунти Хантер Который дает вижен своими треками И ты спокойно реализовываешь свой потенциал Надолго думаю, Телл оф Бэнд последним баном На второй стадии, почти весь брус тайм уходит Честно говоря, целесообразно Тинкера забанить Если у оппонента уже есть Баунти Хантер Конечно, Тинкера можно еще и сконтрить Возможно, и ЛЖД Проверянг сами захотят Тинкера взять Просто потому, что у них OP есть OP очень круто играет на Тинкере Вот, и банят Queen of Pain Ну да, решили избавиться от персонажей Первой категории, да? Агрессивных каких-то героев Которые с Баунти Хантером очень хорошо работают Тускар, кстати, у нас забанен И забанен Тускар Странно Такое ощущение, как будто Китай вообще не смотрит Да, чем играют другие люди Ну, тут видно то, что Нагу забанили Да, я, насколько помню, Кейпи, да, Нага играет? Конечно, могу что-то путать, но, по-моему, Кейпи Нага играет По-моему, как раз Кейпи Нага играет Я это просто по старой памяти сказал Потому что я как-то с ним попадался в матчмейкинге Он говорил, что он тренирует Нагу Прямо тренирует Вот Сейчас Нага и как четверка заходит Да Очень часто Очень приятная Именно Вот, а так я И игр Ньюби практически не видел ни одной Просто по старой памяти Вспомнил, что когда... Ньюби не играет почти квалификации в этом проблема Поэтому реально вот за Ньюби можно посмотреть только на лан-финалах Их почти всегда приглашают Вообще, мне кажется, это правильно Вот Чтобы еще и Virtus.pro вы приглашали И Liquid, и OG Так и происходит, на самом деле Так и должно происходить То есть Liquid, Ньюби, Virtus.pro Это вот команды, которые всегда играют Да, мы сейчас с тобой смотрим турнир Я, честно говоря, забыл Когда уже последний раз действительно настолько интересные игры комментировал Когда это было, ёлы-палы Я на International не комментировал ничего На PvMinor'е мы работали Был неплохой турнир Но там команды были не такого уровня Но только финал там китайский был И CityLink ты тоже не комментировал Да, ну, блин CityLink, понятное дело Таких нулевых кастеров, как мы туда не допускают Вот, поэтому До CityLink'а нам с тобой Вот, видишь, как бы На International'е уже ты покомментировал Я тоже покомментировал А вот следующий уровень это CityLink Получается Страшно представить, сколько придется работать Ради этого Хотя бы, хотя бы Обзервером быть Для начала На CityLink'е А там уже Как пойдет Да Бэйн Скорее всего Ну, могут тоже пятерку взять Вот прямо сейчас Тайлансер уже отличная пятерка здесь Но берут Дезераптора Ну ладно, Дезераптора тоже ничего Тайлансер просто контрит и Бэйна, и Блюмастера Очень сильно На мой взгляд Весьма недооцененный персонаж Им очень удобно играть Хорошая кнопка Не самые плохие скиллы Достаточно силен Как саппорт, способный зонить На лайне вражеского хардера Если хочешь позонить Просто можешь Глейвы вкачать на первом уровне Ты крипов не переагриваешь Когда Глейвы кидаешь Ты можешь просто стоять в пачке И заспамливать его Вот он, старый, добрый Классический китайский Dragon Knight Куда же без него В китайском дерби Да Но, честно говоря Я боюсь, как бы это сейчас Не закончилось очень быстро Пиком Деваврора Какого-нибудь или Тимбера Деваврор тут уже Очень хорошо будет смотреться Он прячет Бэйн Прячет цель, которую Бэйн душит Убивает Драгон... Ну, относительно Неплохо против Драгонайта на линии И впоследствии убивает его В мидгейме, в лейтгейме Против Брюмастера Ты просто выжигаешь ману Тоже, в общем-то, неплохо работает Но, проще, конечно Еще проще Это Тимбера пикнуть Но, есть вероятность того Что соперник может Свапнуть лайн И поставить Драгонайта На легкую линию Все-таки Начали люди к этому приходить Проигрышные лайнапы Ну, надо стараться Сбрасывать Избавляться от них Не надо идти на линию Которую ты знаешь Что уже проиграешь Ну, надеясь на то Что, ну, как-нибудь Там потом Там в мидгейме Где-нибудь Ну, там смог Нажмем, убьем Не надо на это Надеяться Надо просто сразу Ставить хорошие лайны Это залог Не просто легкой Но уверенной игры И в мидгейме И в лейте И вообще, в принципе Все закладывается Как правило Все закладывается На стадии лайнинга Ну, что Остается Тинкер Остается Тинкер По-прежнему Против ДК Потенциально стоять Может Не просто Там с появлением уровня Можно будет стоять С Баунти Хантером Тоже об этом говорил В комбинации Да и в целом Тинкер Мне нравится Как он синергирует Там и по драку Дизраптер Титхантер Бх Синкер Сфа уже в Китае Не уважают Или Что-то такое там Где Сф-то Для кого Форс Гай Делать в конце-то Концов на ютубе Не забудьте Посмотреть Самое смешное Что как раз В Китае И начали Пикать Сфа На первой стадии То есть Раньше Как-то В Европе В СНГ Сфа брали Ну, так, знаешь С опаской Типа Так, ну мы сейчас Вот тут Клокерка возьмем Возьмем Клокерка И если Нам удастся Мы там еще Сфа заберем И вообще будет У нас прям Все вообще отлично А сейчас Как делают Просто Клокерк Сф сразу И все Если ты на первой стадии Не забанил этого персонажа То ничего не получается Здесь никаких Клокерков нет Но сам по себе Шедоуфин тоже бы Неплохо смотрелся Вот, например Против ДК Против Тейкантера Тоже неплохо В принципе Ньюби забирают Деваврора Как я и предполагал А LGD Forever Young Забирают Тролль Варлорда И этот тролль Варлорд На легкой линии Довольно неплохая Синергия У персонажей ДК плюс тролль Ну, будем смотреть На центр Как ты говорил ОД против ДК Конечно У Пи Не позавидуешь Потенциально Разумеется Даблмит Драгонайт Бэйн будет И Бэйн Будет всячески мешать С другой стороны На мид Придет Тот же И Дизраптор Может быть И Баунти Хантер То есть Мы посмотрим Как еще Ньюби Поставят свои линии В целом У Ньюби Такие герои Самостоятельные Там Как-то Тинни Отстоит Против Примастера Линию 1 на 1 Нормально Я думаю Что как-то там Ему прям потребуется Поддержка дикая Поэтому Все внимание Будет на мидл Ну и тролль Герой все же Редкий у нас Как-то его прям Перестали брать Прям иногда Появлялся он Мы помним Под Магнуса Брали его прям Под Магнуса Потом и герой Просто выпал Его перестали пикать Вообще в любых ситуациях Ну поглядим Сегодня Вот прямо сейчас За этим персонажем Сможет ли он Еще показать себя Или действительно Его И правда Не стоит пикать В продоте На сегодня Это еще не последняя игра После этого Начнутся Игры В лузерах Там будет Очень много Игр уже В формате Боу-3 То есть потенциально Там может быть Как я понимаю Шесть карт Ну и Бо-1 Как я понимаю На этом завершаться Игры Все Больше Бо-1 Не будет Но сегодня круто За Бо-1 Приятно смотреть Каждый раз Команда меняется Учитывая что Это лан Но при этом Игроки играют в отеле Все очень быстро Не надо как-то Менять там Свои компьютеры Не надо Своё место Менять Ты просто сидишь Играешь И тебе говорят Что зайдите в лобби Ты заходишь в лобби И играешь Поэтому сегодня Посмотрели много команд Увидели разные стили По некоторым командам Все понятно По некоторым пока нет Самый классный Вообще тип квалификаций Ну не квалификации Отборочных Групповых Боже мой Групповой стадии Самый классный Вообще формат Групповой стадии И круто было бы Если бы И на отборочных Как-то вводили Понемножку Потому что Действительно Ты за день Успеваешь Посмотреть Много Хороших игр Много разных игр То есть Если ты например Смотришь Противостояние Virtus.pro И EG Например То ты можешь Бо3 Бо5 Посмотреть Тебе интересна Каждая карта Когда ты смотришь На там Бо3 Противостояние Двух Там Тир 2 команд Ну как-то Это не очень интересно В принципе Посмотреть на противостояние Этих Тир 2 команд Любопытно Но в рамках Бо1 матча А потом приступить Уже к просмотру Следующего Бо1 матча Где Как бы Другие команды Тоже возможно Тир 2 Но они что-то новенькое Тебе покажут Какие-то новенькие стратегии Ты каждый раз Что-то подчерпываешь Для себя Ну в общем Так действительно лучше А учитывая Что тут еще не Тир 2 команды А в основном Тир 1 команды Представлены То Прямо заглядение Они игры у нас сегодня А завтра у нас уже Я так понимаю Бо3 будут Да все Сегодня мы заканчиваем Одно Бо1 После этого Только Бо3 Уже в лузерах И венерах И сегодня уже будут Игры на вылет То есть какие-то команды Уже сегодня отправятся домой Ну либо останутся дальше В Малайзии Тусить Посмотрим Начинается карта Тут уже драки И на одно родное Другой И монеты внизу Кстати говоря Убивают Просто БХ Тайдхантер И Девауэр И очень быстро Делаются убийства Три руны Для команды Ньюби Три руны Плюс Ферсблат Да Очень много Получают золото Сейчас Ньюби На старте Какая будет возможность В ближайшее время Купить себе Тапок Без тапка На БХ Резать курьеров Очень сложно Это одна из Основных задач Этого героя Резать курьеров Будет оказывать КК-помощь КП На сложной линии Ну монеты Будут напрягать Пока максимально Монет пока С трудом Подходит к крипам Бэйн приходит вниз То есть у нас Один на один линия Снова атака на монета Выходит фейт Есть стандарт страйк Пара ударов И монета Вторая смерть То есть то что он умер Черт с ним Но то что у него на телепорт Клдаун Это прям Вот это главная проблема Он сейчас будет пешком Очень долго Бежать он без ботинка Тут два рейнджевичка Сейчас КП Еще Побьет крипов Эти рейнджевички Придут к таверу КК Отдается нейтралам Правильно сделал То есть даже несмотря на долгий респаун Он до базы шел намного дольше Без ботинка Поэтому в этом был смысл Вот так вот отдаться И быстро появиться Нажать телепорт А вернуться назад А и тролль все идет 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 А крипы там Ну еще пока рейнджевые стоят Пока стоят Ну атака на ддс Просто они идут вперед И ддс готовы убивать Ну правда ддс появляется наайтмар Уровень 2 Все же он взял И КП нужно быть аккуратнее Тем не самому Там идет Тролль От НЧ Пошли топорики Ну и как-то монеты все-таки Крипов здесь добивают Пропустил Но Играть все еще можно Девавар Пока уровень 2 Как появится нарканарба И пассивка там в 2 в 3 То Упи не поздоровится Конечно Такой линии ставить будет Очень трудно Именно 1 на 1 Но ждем от НЧ что-то То есть пока Хуй исключительно фармит лес Пока в игре его нет На топе бри против тени 1 на 1 Здесь в принципе Что бри Что тени должны Одинаково хорошо фармить БХ смещается Снова вниз Снова идет Тролль от Enchanters вниз Ну и монет Аккуратненько Под тавером Крипов Старается по максимуму Добивать Ничего Какой-то крипа Сатиры Ну здесь сатиры В принципе 2 сатира Можно с этим играть Можно даже попытаться Выйти на топ Атаковать тени Все-таки 2 шокуэйва Вместе с клэпом Может получиться Неплохая атака Тут атака На DDC внизу Пошел гаш Именно на уровне 2 Мы видим прокаченный Гаш Тандер страйк Ну и DDC Разумеется Отсюда никуда не идет У них нет больше кнопок А это 3-0 В пользу команды Ньюби Трипла Это просто уничтожает Нейс Там конечно У Тини Некоторые трудности В топе Возникают Такое ощущение Как будто Тайтхантер Кэрри Его облизывают А не Тини Сейчас Тайтхантер Знаешь Он реально Купит Мидас Возьмет Талант на ХП гейн Докачается До 25 Возьмет Талант на Дэмэдж Ну да Купит тебе Кирасу Я не знаю БФ Какой-нибудь Чат об этом молит Каждый день На самом деле Я сейчас думаю Продолжит Хотя этот мем Уже исчез Атака на манет Снова внизу Кольцо ставится Манет не может пройти Его просто бьют Ну и якорьком Сейчас бам Пару ударов Используются стики Пошли топоры Кака на развороте Еле живой Погибает ДДС Но вот погибает Снова тролль Попытка убить Хотя бы фейта На брендсап Кулдаун Не позволяет его нажать Хотя бы Ого кстати говоря Хватило Чтобы убить фейта Ну и фейт улетает на базу Ну хоть как-то разменялись Хотя конечно Смерть тролля Уже третий раз Это очень печально На топ улетает КК Ага Решил немножко пока Изменить свою линию Помочь здесь БХ Внизу в принципе Уже вдоволь поиздевались На троллям На центре драгонайт Ну пока стоит неплохо Но вот уже уровень 4 Уже вторая пассивочка Еще какая руна приятная И ССС Это все прекрасно видят А ОП тоже видят Но ничего с этим поделать не может Остается без регенерации На топе гоняет муги Шаквейвы отсутствуют Не хватает маны Ну они уже Сатиры уже свой проказ выдали Необходимый Брюмассер Аваланч Еще бы тоснуть Но трудно будет тоснуть Хотя Нет нет Можно попасть Но да Есть тос И погибает брюмассер Шаквейв появляется один Его разумеется не хватает И не живет Ему бы реген Привезти там какую-то фласку Может даже еще кларитос сверху Не было бы вообще идеально Как атом налутал Денег нормально Сейчас крипов добил Помог фраги сделать Своему тиммейту Пока баунти хантер Себя реализовывает Прям по полной программе В боте монет Уже Очень тяжело стоять Там раскачанный Тайкхантер У которого Твердый уровень У которого скоро Аркан тапки Диси конечно Пытается его зонить Но Кейпи каждый раз Заходит в пачку крипов И кастует Энкор смеш Все равно все добивает Постоянно спам по монету Реген заканчивается Скушает последний танго дальше Будет еще труднее Но надо еще танго наверное вести Я даже не знаю что делать В такой ситуации Да Либо танго Либо фласочку себе Надо обязательно Притораканить Потому что Ну как ты будешь стоять Тебя заспамливают скиллами Дизраптор даже специально Взял на двойку Зандерстрайк Чтобы спамить посильнее То есть он не качает Глимс пока что Так бх Видел курьера сейчас Видел видел Он видел но он его не убьет Вообще Если соперник не среагирует Он может убить Но тогда То есть если там Ну мы видели ситуацию Когда инвиз для этого Прокачивается в два И в общем то урона После этого хватает С инвизом в два Там по-моему То ли на пятом уровне Тебе уже точно хватает На четвертом Может быть ты еще и не ваншотнешь Но на пятом Ты сто процентов Убиваешь Курьера И Мне иногда даже Бх жертвуют Этим Сюрикеном И прокачивают На топе Убивают тени Но тут прямо сплит Плюс энчант Распышл А энчант И все дела Поэтому неудивительно Что тени убили Который был в общем то В одиночестве Внизу остается трипла Будет попытка убить DC очень опасно выходит Но глимса к сожалению нет Как тоже отмечал Ну идет Тайтхантер Монет Топорики Телепорт пошел У драгонайт У драгонайт Ультимейт Доступен И кп Проблемы Кп закрывает Со всех сторон И бронесапом добивают Ребят немножко занаглели Если было бы рэвидж Да можно было бы сейчас Тут идти прямо И не бояться А так конечно Смысла от этого Было немного 3-5 Немного Лоуфай возвращается В игру Деваур тем не менее На центре имеет Очень хороший показатель По крипстату Покупает себе ПТ Удивительно Что играет пока без Мидаса То есть я еще думаю Что вариант купить Мидас будет Просто пока смотрю Тут ПТ Барабаны Тоже Мидас Ну посмотрим Я все еще верю Что ССС может Мидас себе прикупить В какой-то момент Ну может купит Может не купит Он себе тащит Там Ну много Вспомогательных хартов Внизу снова монеты Пытаются убить Снова не получается Очень в свое время Накинул топорики Ребята не могли Нормально попадать Но в итоге Тролли все равно Вынуждены уйти на базу У них ХП нет И оставляют ЛФУАЙ Легкую линию пустую Можешь здесь попушить Ну вот Титхантер Аркана Уже есть Уровень 5 Почти есть В целом все Все хорошо Титхантер здесь И правда обмазали Хорошенько На топ Возможно попытается Выйти Энчантер Вместе с Бэйном Есть здесь Урса Что по Праймал Сплит У Праймал Сплита Нет еще Нескоро Появятся Дейманы У Брю нет Просто в нулях Брюмастер то В общем то Свой лайн тоже выиграл Можно сказать Как и Титхантер Титхантер получил Очень много фарма И Брюмастер получил Много фарма У Тинни правда Все чуть получше Чем у Тролль Варлорда Его слайны конкретно Никто не выгоняет Там Митина Какая-то заворушка Да Ну здесь Телепорт от Фейта Кинетик Фейлд Выходит сюда еще И Баунти Хантер Он там Курьера хочет Очень сильно подрезать Смотрит за Курьером Пока не за остальными целями И Курьера Убивает Курьера Хватил первого Второй даже Именно с одного удара Все равно не убил Как ты и говорил В общем урона 4 Недостаточно Ну и Девавер Делают убийство То есть Ньюби получили очень много Если сейчас Баунти Хантер выживет То Ньюби В огромном плюсе Учитывая что они убили Курьера При том что самое забавное Луфай был во время под контролем То есть Драгонайт Четко видел Как прям перед ним Баунти Хантер бьет Но видимо не успел Там прокликать На Курьера нажать Должен быть Бинт на Курьера У любого игрока Есть бинт на Курьера Ты должен в этот момент Перебиндиться Ну то есть Перейти на Курьера И активировать Неуязвимость И Курьера бы не потеряли Ну в итоге Там поменяли Дезраптора На Бейна И при этом еще Курьера забрали Очевидно Для Ньюби это выгодный размен Урну приобретает БХ Тут очень полезен Будет спирит весель Попытка забрать с тролля Тролль Попытки никакой не было Просто как Подхарасил немножечко Почему полезен весель Первое Это Энчантрас Контрит хил Энчантрас Очень важно Если она соберет Какие-то итемы Ее будет тяжело убить И Поэтому ее надо Вот как-то выключить Ее реген Второе Против тролля Варлорда Он как правило Себе покупает Какой-то ластил Очень серьезный Наподобие там Сатаника Или Ну вот пока что Владмерс Будет приобретать Вот И соответственно Спирит весель Контрит и это Ну и против драгонайт Его хап реген Огромный Тоже можно контрить При помощи спирит веселя Ну и Плюс сам по себе Спирит весель Он там такой урон наносит И Такой дебаф накладывает Очень приятный Против жирных Таких толстых героев Он там Снижает здоровье Тедхантер Появляется Шестой уровень Ну и Может быть мы даже Чуть позже увидим Какой-то выход А Дизраптор и Баунтихантер Уже попытаются Через реведж Убить тролля Все-таки тролль Нормально так разгоняется На топе Бремастер идет За от Сини А Бремастер С праймал сплитом С фейзами Очень хорошо бьет Клэп уже в 4 Прокачан И готовится выход на центр Тут уже серьезный выход на ДК Я думаю, что может все получиться ДК Брисфайр дал Сейчас здесь пойдет Крепочка добивать Ну вот он прям хочет Жать чит Надо добить И конечно за это его накажет Канетик филд Есть стан по Дизраптору Особо него смысл Пытается хоть как-то разменяться Приходит сюда ДДС Санет и Эклипс Без шансов ДДС остается абсолютно без маны Глимсует назад Ахфу Бистон на Дизрапторе делается Но ДДС должен погибать Один удар СССЕ очень много интеллекта Был сворован Арканар баф 3 Пассивка в 4 При появлении еще Блэкинбара Где-то в мидгейме Этот Девауэр Будет просто Убийственным В комбинации с БХ Хюрикенпайк Знаете, работает очень четко Ты просто тролля будешь Откидывать куда угодно По трекам И просто бить И урон там будет залетать Серьезней Да, это правда Очень удобная Тема Когда у тебя Баунтихантер есть В пике Например с Девауэром Оказывается тоже хорошо сочетается Я что-то как-то об этом не подумал Он с пикой Действительно может хорошо работать Брюмастер по-прежнему Бегает с Праймал Сплитом Праймал Сплит не кастовал Так а что у нас Тролль хочет Тролль хочет Владмирс Но при этом Владмирс хочет и Брюмастер Но ребят Надо определиться Кто будет Ну Брюмастер и Блинк Можно купить на самом деле Да, Владмирс Можно оставить туда троллю Нередко видим игры Где тролль покупает себе Мом По крайней мере Вот игры, вспоминая Которые были Когда-то еще Когда тролль появлялся Хоть пару раз там За турнир Мом покупал Там на Рошана мог пойти Или просто фармить Очень быстро Для фарма На топе видит Брю Прям на него помигали Внизу телепорт Но Брюмастер улетает Не успели на него выйти Были близки уже Там как-то могли бы Ворваться через Айвеланчтос Быстро Сжечь мана убить Сарканарбэ Не получилось Брюмастер ушел ДКПТ Покупает очень быстро Блэкенбар Без каких-то там Шэдоу Блэйдов Блинк Даггеров И тому подобного Просто БКБ И в общем-то правильно Тут Деваур Тут Дизраптор Тут Айдхантер Тут и Тини По сути, которая опасен Именно своим прокастом В данный момент И Блэкенбар Это отличный выбор Дабы в драке Не погибать очень быстро Именно от маг Прокаста Нередко покупает В таких ситуациях Например, Худ Мы вспоминаем игры Но здесь решил Таким радикальным образом Его перешить проблему Ему тут уже не до каких-то Там Занчет яш Да и прочего Но он мог бы купить Например, Драма себе Потому что промежуточные Итемы Наверное, ему бы не помешали Но он решил Вот именно через БКБ Через быстрое БКБ Попытаться Собраться Ой-ой-ой На центре Атака Есть финиц грипп Хороший контроль На Девауэра У Девауэра Будут случающего стики Пошел реведж Но промо сплит От Бримастерс Выдает Это самое важное Подходит сюда еще и Тини Получает энчант Получает циклон КП идет вперед Получает булыжник От земляной панды Ну и проблема Вот Айдхантера Прямо сплит Вот-вот закончится Но свою задачу Бримастер выполнил Минус 2 Уже сделано суммарно 2 вороты драки Вообще урон носить не может Наконец-таки он может бить Но остается слишком мало хп Дает санит Эклипс Дает Астрал ССС все-таки погибает От Эмпетуса Живет Бримастер Погибает Бэйн Размен 3 в 1 Статик Шторм Есть Тос Фейт Трагонайта можно Теоретически попытаться убить Очень побит Ахфу Полетела палка Погибает Ахфу От рук баунтихантера Очень много убийств по трекам Глимсует назад ОП Эволонч очень плотно Драгонайт Его просто не пробить Ну и вот Приходит еще в драку Тролль Про которого мы забыли Тролль Фейта должен добить Обязан Ну Фейт там просто да Яд работает Фейт погибает Тоопи Погибает И Бримастер Бэйн Делает трипл килл После драки у нее 2200 При этом еще не конец Там Тинни Смотри в погоне Тут за Манет Но Манет Уже слишком далеко И Муги И Кейп Возвращаются назад Уже по фарму Такая вот интересная драка Финальный размен 3 в 3 Получился Ну и очень много денег Получил в БХ Единственный Получил полторы тысячи золота Как я понимаю Ну 5 треков он повесил Скорее всего 3 убийства По трекам и было сделано Как минимум Да Как минимум 3 убийства И вот он как раз Хочет купить себе Спирит весель Странно что Не грейдит себе Собок В Транквил Тоже довольно таки Удобная тема Купаешь Транквил И берешь талант на скорость На 10 уровне И ты очень быстро Перемещаешься по карте Это опять таки Позволяет с легкостью Убивать курьера Уже купил себе весель Как раз 2 заряда В урне У какая имеется Они переквалифицируются В 2 заряда В веселя И возможно В ближайшее время Ньюби Захотят как-то С этим веселем Подраться Когда там будет реведж Реведж через 40 секунд Тейхантрейст меков У Тини появляется Блин В действительности Если немножечко похолдить На центре Можно даже попытаться Навязать здесь бой Тини Врывается Дэтос Статик Шторм Просто в молоко Ну хотя Глимс хороший Драгонайт Тавернули И теперь Статик Шторм Становится не такой уж и плохой Моментально Минус 2 основных игроков Самых таких плотных Самых неприятных Ну и D10 здесь тоже не выживет У него ничего нет Для выживаемости Это убийство по треками Как я понимаю Снова То есть мы сейчас глянем Fight Recap Я вот То есть понятно Что последний трек Точно был использован А вот до этого Ну да Да Все убийство по треками Слушай Это много денег БХ получает сейчас 6 сотен Приятно Это учитывая Что БХ вообще Убийс не сделал здесь Он получил лишь ассисты Падает Т1 Ну и тролль продолжает фармить Владмирс есть Ну и Брюмастер тоже Все равно В Ла-2 Владмирс видимо фармит Не важно Что там происходит Есть Прайма Сплит Прайма Сплит Ох Какой же контроль Хватит для этого урона Ах Немного не хватило 80 хп осталось у Брю И пошла контратака Врывается монет На Девауэр Девауэр сплит Если закрыт Но это не важно Все равно он погибает Ребята решили поиграть в рулетку Врывается Муги На Монет Монет падает Фейд пытается отходить назад Финсгрип на Тине Финсгрип Вот он закончится Финсгрип заканчивается Муги на развороте Закидывает Аваланч Опи пробивает Муги Опи отходит назад Муги очень плотный Идет дальше Дуэт Тосс Убивает Сразу двоих Просто кейпи Одним якорьком Минус 3 В разуме на Девауэр Упи глимсует назад Это снова убийство По трекам Это столько много денег То есть это Ладно бы не было Баунти Хантера Но вот по трекам Это просто с ума сойти Сколько Баунти Хантер Сейчас денег получает И на команду Он только что Пришел в этот замес У него было Там я не знаю Где-то Там 300 Или там сколько 500 монет Сейчас у него уже 2000 с лишним Но он Этворст Посмотрю у Баунти Хантера Он на 4 позиции идет Трагонайт на 5 Конечно Баунти Хантер Это просто шикарная игра Вся игра Идут драки В которых Ньюби еще и выигрывают И где БХ не погибает первым Умудряется выживать И раскидывает треки Просто по всем Да денег конечно Просто немеряное количество Сейчас у Ньюби Особенно у самого Баунти Хантера Он нереально много Для себя получает В первую очередь Пока у него треки Первого левела По 150 золота Он лутает За каждый фраг Под треком Вот И покупает себе Форстап Тоже очень полезная штука Можно будет Катить тролли Сбирает Невидимости Баунти Хантер И Дизраптор Приобретает Смоук Смоук Которых У Фейта Аж целых 2 штуки Надо дожидаться Реведжа Очередного Вот Этхантер Как раз появится 12 уровень Этхантер решил Солар Крест купить Ну да В принципе все Что тут нужно сделать Это обеспечить Выживаемость Тинни Потому что мы уже видели Как Тяжело Бэйном Играть против Тинни Ты пытаешься его Финсгриппом Схватить А у него Ульт 2 уровня Там статус резистанс Уже 30% Просто ты Не можешь Долго держать В Твоем ультимейте Этого героя Вражеский кэрри Тут Выходи Примастер А Примастер Кстати Горя опасно Вышел Вот он реально Примапасно Мог бы просто Не лезть Но решила Как-то Поцебе Дидиси Ну Что ж Как-то так Наверное Должен был крикнуть Чтоб он не лез Ну да Как в том меме Про медведя Собственно В одни ворота Крубо говоря Ну она была Не прям в одни ворота Там Конечно По сравнению С противостоянием Ликвид и Пента Это Вообще был прям Сказка А не матч Вот Но все таки да То есть там За 27 минут Нави Быстро справились То есть там Я ожидал какого-то Нереального Просто Нереальной какой-то борьбы От этих двух коллективов Учитывая драфт Какой они набрали Каких они персонажей взяли Там переворот на перевороте Переворотом погоняет Так должно быть По идее У всех массовые ультимейты У всех очень сильные персонажи Хороший лайнинг Должен был получиться Но как-то ИГ Как-то слабенько Откровенно говоря Сыграли Нави наоборот Сыграли Очень круто Очень собрано Очень сильно И Собственно Поэтому они Выходят в Сетку венеров И будут играть уже только завтра Против Лик Хвост на своем Телеграм канале Как раз об этом написал уже И дела Мне запутается Бремастер заданная Здесь башню Подходит БХ Закидывает Да Но тут Очень опасный момент Дезраптор его может Глимсадовать Вот кстати говоря Мы тоже чтобы не рассказывали Когда говорили о Все-таки ультанул Успел нажать Да Поляне КП пытается уйти Все равно Это вейст БХ умудрялся Выкладывать в простав Прям в драке Нажимать стики Вообще не бейст Ни за что Абсолютно Убивает Бэйна Ах фу Ах фу Этой игре Видно практически не было Хоть у него и хороший счет Идет КП просто дальше Может давать реведж Вот сейчас можно Прям нажимать Тос Ах а у пи Все-таки нажимает Блэкенбар Как будто кипи Его разводил На этот Блэкенбар Вот это вот так Вот выглядело Примерно Глимсует назад Бремастера Его тут конечно Закрывает кольцом Пару ударов От ССС ССС уже нормально Так стакает интеллект Самое время для реведжа Да-да Поехали Реведж Санит Эклипс Гуд гейм Можно в принципе написать Ну да 20 минут За 20 минут Справились Снизу Любопытный Игровый день Уже с тобой Получился Ну Собственно На этом Дота В общем-то Не заканчивается Это у нас Она с тобой Заканчивается Все верно Команды Которые сейчас Проиграли Они отправляются Бороться в лузерах Кто у нас там У нас там Пента У нас там ЛФА У нас там Все пары Посмотрю Смотрю У нас получается Плани Док Комплексти Вичи Гейминг Сжи Спорт Соответственно Пента Рил Дженисус И Минески Против Соответственно Команды ЛФА Вот так вот Получается Пара хороших матчей Точно будет Матч ИГ будет неплох И Минески Против ЛФА Тоже Очень хорошие игры Рекомендуем вам Остаться на Каналах Дота 2 Руха Разумеется Игровой день Только начинается Еще будет много игр То есть у нас только БУ1 Прошли буквально Четыре игры На первом и втором канале А теперь будут Два БУ3 На основном канале И на втором Поэтому Доты Еще будет очень много Вплоть до самого вечера Мы же на сегодня Прощаемся Уже услышимся завтра Снова в 7 утра По Москве Приходите Будем смотреть За Виннерами Там будут Нави Будут Эликвит Будут Разумеется ТНС Будут Виртус Про Поэтому всех ждем Ну а пока Прощаемся И слышимся завтра Соответственно Сейчас Отдадим слово Гудханту И кому-то еще Наконец-то Хорошим комментатором Наконец-то Хорошие комментаторы Придут Да мы пойдем Мы пойдем Не знаю Что-нибудь делать Все Всем пока ребят До завтра До завтра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok User disconnected From your channel Субтитры сделал DimaTorzok 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 А я не ушел Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... А жаль. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...